МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Месяц на самоизоляции. Саратовцы перестают платить за коммуналку. Проблемы дистанционки. Чем обернулось домашнее обучение школьников? Думский яролаж. Почему заседания регионального парламента напоминают детский юмористический журнал? Без малого месяца Саратов, как и вся страна, живет в режиме самоизоляции. Уже давно закрыты торговые центры, рестораны и кафе, не работают парикмахерские и многое другое. Все это осталось где-то в другой жизни. Мы приучаемся существовать по новым правилам. С этой недели, наконец-то, заработал обещанный еще в начале апреля пропускной режим. Людей на улицах существенно поубавилось, хотя только в одном Саратове документов, разрешающих передвигаться по городу, раздали более 160 тысяч. Новый формат жизни рождает и новые проблемы. В регионе буквально рухнули коммунальные платежи. Не то, чтобы люди совсем перестали платить, но многие просто оказались не готовы к переходу на оплату онлайн, а у кого-то вообще нет подобной возможности. Проблему обсуждали на заседании профильного комитета в областной думе. Проблема эта существует. И, конечно, сейчас, когда люди лично боятся выйти из дома, она может приумножиться. Но что хотелось бы сказать. Мне вот иногда стыдно, я тоже очень плохой интернет-пользователь. Вот заставь меня через интернет оплатить. Я больше не смогу. Леонид Песной, депутат областной думы и признанный эксперт по ЖКХ. Именно по его инициативе вопрос с платежами обсуждали в стенах парламента. Проблема ненадуманная, признаются и в региональной госжилинспекции. У нас были такие звонки. Люди звонили старшего возраста. Я их прекрасно понимаю, что тот человек, который привык платить, ну, скажем так, традиционно, привык ходить на почту, на почте оплачивать. То есть, таким способом. Либо идти в банк, чтобы оплачивать. То есть, сейчас связано с тем, что мы находимся на самоизоляции. Мы сидим дома, допустим, на почту пойти мы не идем. Надежда Ипполитовна, пенсионер, 70 лет. На самоизоляции уже несколько недель. Копить долги за коммуналку не привыкла. Как платить сейчас – большой вопрос. У меня простенький сотовый телефон, поэтому я ежемесячно хожу, строго вовремя, своевременно оплачиваю в Сберкассе все платежи, в связи с тем, что пенсия все-таки не такая большая. И если я скоплю за два месяца платежей, получится мне полпенсии у меня уйдет. Если за три месяца вся пенсия уйдет, поэтому я строго вовремя плачу. Оплата ЖКУ не вошла в число исключений, по которым гражданам разрешено передвигаться по улицам. В региональном правительстве о проблеме знают, но пока не готовы менять правила игры. Оплата коммунальных услуг может производиться, на самом деле, по-разному. Это и режим электронный, безусловно, через телефон, через электронную карту. Для этого надо дойти до какого-то банкомата. Если мы говорим о том, что можно сходить в магазин, и это необходимость, не можно, нужно сходить в магазин, но близлежащий, а не ходить по всему городу в поисках одной пачки чего-то, или одной буханки хлеба, то, понимаете, и здесь то же самое. Все же должно быть в рамках разумного, скажем так. Масло в огонь подлила и федеральная поддержка. Правительство запретило до конца года начислять пенни по просроченным платежам. Отключать свет, газ и воду за неуплату тоже запрещено. Люди все по-разному это восприняли. Платежи пошли, что называется, резко вниз. Мы тоже должны понимать, что мы не можем обрушить систему энергетики. Поэтому за потребленные ресурсы мы обязаны платить. Обязаны платить. Даже в ситуации с пандемией. Как будет работать федеральная поддержка на практике, саратовцы увидят в апрельских платежках. Но проблемы прогнозируются уже сейчас. Наша позиция та, что пеню не должны начислять и, соответственно, не должны взыскивать. Позиция некоторых организаций, которые к нам за консультацией обращаются, как трактовать этот закон, потому что он еще практики нет. Мы увидим это только в квитанциях в апрельских, то есть в мае месяце. Позиция такая, что начислять пеню они будут, потому что они не могут ее не начислять, но ее не будут взыскивать. А как она? То есть она будет висеть в платежке? Тоже вопрос. Поэтому наша позиция ГЖИ, что ее не только взыскивать, понятно, что это запрещено законом, но ее и начислять нельзя. Или не стоит, не следует. Для того, чтобы не вводить людей в заблуждение, не вызывать в них лишние вопросы. Обратная сторона вопроса – поставщики ресурсов и коммунальных услуг. С проблемой столкнулись все, кто работает на региональном рынке. Действительно, мы наблюдаем существенное снижение платежей, порядка 40%. Но обращаю внимание, что отмена пеней не отменяет платежи. И те, кто вовремя не заплатил, после отмены карантина придется платить за несколько месяцев. Ситуация складывается на сегодняшний день следующим образом. Большое падение собираемости по данным группам, по физическим лицам, по жилым помещениям и по управляющим компаниям. Мы увидели это, когда у нас были введены первые ограничительные меры, это в режим самоизоляции. Там мы уже увидели, что собираемость составила по данным категориям 25%. Я думаю, что мы не являемся исключением. Ситуация у нас типичная и похожа на другие компании, которые занимаются представлением коммунальных услуг. В связи с приостановкой деятельности ряда предприятий, на сегодняшний день мы уже имеем более 700 заявлений о приостановке платежей за вывоз твердокоммунальных отходов от них, в связи с приостановкой их работы. И, соответственно, падением дисциплины платежной и у населения, и особенно у управляющих компаний, на сегодняшний день мы имеем 35-38% снижения оплаты за апрель месяц. Прогнозируем за май месяц 50% снижение. Если сравнивать период, допустим, марта текущего года по уровню платежей, которые поступали в фонд капитального ремонта, то денежные средства в марте поступили в размере более 108 миллионов рублей. Если же посмотреть платежи, которые сложились на сегодняшний день, которые поступали в фонд в апреле текущего года, то здесь необходимо признать, что на сегодняшний день от собственников помещения многоквартирных домах в фонд капитального ремонта, то есть в общий котел, поступило 53 миллиона рублей. К сожалению, на сегодняшний день необходимо признать, что платежи и их уровень упали. Упали они существенно. Если сравнить аналогичный период марта текущего года и апреля текущего года, то, к сожалению, необходимо констатировать, что платежи упали более чем на 80%. В фонде капремонта говорят, что несмотря на сложившуюся ситуацию, все намеченные в программе работы не остановлены, они продолжаются. Но все же падение, пусть даже вынужденная платежной дисциплины – угроза для экономики предприятий. Чтобы не приостановить деятельность мусоровозящей компании на территории области, к нам проводится работа по минимизации затрат. Ведем переговоры со всеми поставщиками ГСМ, других услуг, для того, чтобы снизить затраты или отсрочить их, чтобы у нас был временный интервал, для того, чтобы смогли оказать качественную услугу и принять решение для стабилизации нашей деятельности. Все поставщики ресурсов и коммунальных услуг внедрили у себя онлайн-оплату. У кого-то есть личный кабинет на сайте, кто-то привлекает для сбора городской расчетный центр. Он, кстати, тоже перешел на удаленку. Информации о том, что пункты возобновили работу, подтверждения не нашла. Как вариант, предлагают воспользоваться помощью волонтеров. В настоящее время мы планируем взаимодействовать с волонтерами и передать через них инструкции по оплате онлайн и передаче показаний. Обращаю внимание всех наших жителей помочь своим родственникам, пожилым людям, которые сейчас находятся в особой группе риска, освоить этот онлайн-сервис или сделать это за них. На территории области у нас действует волонтерский штаб помощи гражданам в связи со распространением коронавирусной ситуации. Работает очень активно. Если кто-то испытывает трудности в перечислении денежных средств за капитальный ремонт или иные жилищно-коммунальные услуги, можно в него обратиться. Называется он штаб этот «Мы вместе». Существует у них телефон, по которому можно получить соответствующую консультацию и впоследствии помощь. Такая поддержка, конечно, нужна. Вот только информация до тех же пожилых людей доходит в сильно урезанном виде. Об инициативе они слышали, но вот где искать этих волонтеров не знают. Ну и как быть? Я не знаю, как вот. Или рисковать дойти до сберкассы, но масок-то нет. А где-то две остановки идти от нас, сюда три, туда вверх две остановки. Все-таки это прилично. Раньше всех на дистанционку ушли саратовские школьники. В образовании тоже много перемен. У выпускников сдвинули сроки ЕГЭ, девятиклассники будут позже сдавать свои обязательные экзамены. Всероссийские проверочные работы вообще перенесли на следующий учебный год. Что же до самого дистанционного обучения, то месяц назад нас уверяли, что школы готовы к этому формату. Вот только по традиции у нас снова что-то пошло не так. Пустые классы и непривычная для учебного года тишина в коридорах. Так сейчас выглядят все саратовские школы. С начала апреля этого года в образовательных учреждениях города, как и по всей стране, все школьники были переведены на дистанционное обучение. Мы соблюдаем режим самоизоляции. Учителя и дети находятся дома. Для того и мы помогли, если это было необходимо, для того, чтобы у учителя в обязательном порядке была дома техника и интернет. На сегодняшний день 93% наших учащихся активно используют образовательные платформы, то есть цифровые образовательные ресурсы, которые нам предлагает Российская Федерация. Это федеральные платформы. А чуть менее 7% детей все-таки общаются с учителем посредством телефонной связи. Что касается педагогов, почти 7% педагогов мы помогли и обеспечили их техникой, то есть выдали школьные ноутбуки во временное пользование. И для 0,5% учителей была оказана помощь в подключении интернета. Добрый день. Я рада приветствовать вас на платформе учи.ру. И сегодня у нас урок математики во втором классе. Несмотря на то, что в ход идут все внедренные ранее системы, от электронных дневников до разных образовательных платформ, ни родители, ни учителя, ни тем более дети к удаленному обучению оказались не готовы. Как можно учиться на учи.ру, если учитель говорит и ничего не слышно, а после этого ребенок еще должен на вопрос ответить? Почему нельзя живые чаты создавать, где если не понял, то задать вопрос. Дети отупели за этот месяц? Возмущается одна из родителей на Саратовской школе. Для этого нет технических возможностей, держитесь, всем нелегко, отвечает педагог. Я так понимаю, что наша страна не готова к такому виду обучения, в принципе, в том числе и наша школа. Как объяснил учитель, технической возможности для такого обучения мы не имеем. Поэтому учитель просто сбрасывает нам материал, который мы, родители, должны объяснить своим детям. Затем сделать с ними кучу заданий, в том числе и домашних, проверочных, проектных работ. Ну и все в этом роде. Своим положительным опытом в организации дистанционного обучения делится лицей Solaris. Здесь используются возможности Google Form. Это интерактивное расписание, когда ученик знает, в какое время будет проходить тот или иной урок и в какой форме. Эта платформа бесплатная и доступна для пользователей с абсолютно разным уровнем владения информационными технологиями. Что он из собой представляет и в чем его преимущества? Во-первых, это наглядное представление учебных заданий класса на весь день. Ребенок может оперативно подключиться к видеоконференции, потому что в расписании размещена активная гиперссылка. Это снижение риска опасного серфинга в интернете. Ему самостоятельно не нужно ничего искать. Безусловно, это ведет к повышению качества дистанционного обучения. Обратите внимание, что уроки у нас отмечены разными цветами. Зеленым цветом выделены уроки, которые проходят в режиме видеоконференции. Учитель выходит в прямой эфир на связь с ребятами. Вот здесь мы посмотрим тему, скайп-обучение, разбор, решение задач. Уроки, которые выделены желтым цветом, они проходят с использованием электронных форм обучения. То есть смотрите, это может быть урок на гугл-форме, о которой я говорила. Здесь мы увидим ссылку, например, что делает ребенок. Он ее копирует. Например, мы здесь ее в браузер вставляем. И вот смотрите, у нас открылся гугл-урок. В описательной части учитель обращается в уважаемые девятиклассники. Электронная форма учебника, ссылка на этот электронный. Есть еще одна платформа, которая, по словам всех участников образовательного процесса, очень удобна и имеет массу преимуществ. Это видеокоммуникационная система Zoom. Однако с недавних пор саратовским школам рекомендовали от нее отказаться из-за неприятного инцидента. Во время дистанционных уроков с подключением к Zoom в школе номер 95 города Саратова была запущена трансляция порно. После чего оштрафовали заместителя директора этой школы и сейчас возбуждено уголовное дело. У всех существующих платформ Zoom самый удобный. Скайп дает ограниченное число возможностей. Я могу включить какую-то презентацию, да, я могу поставить какой-то звуковой файл с компьютера, но очень некомфортно. Достаточно мало количества моих студентов могут выходить в скайп с компьютера. А с телефона видеоизображение не поддерживается. То есть я работаю в одну сторону, они меня видят, я их нет. С Zoom таких проблем обычно не возникает, даже если кто-то работает с телефона, а не с компьютера или ноутбука. Поэтому теперь я как преподатель иностранного языка вынуждена проверять только письменные задания или коротенькие голосовые сообщения, которые мне присылают через Viber, например. Я считаю, что подобное обучение на них негативно сказывается. И, в общем-то, мы знаем, что по статистике эффективность дистанционного обучения гораздо ниже, чем обучение в классе. Многие родители, с которыми мы общались, называют такое обучение не дистанционным, а самостоятельным. Вместо занятий дети просто получают задания, которые должны изучить сами или с родителями. Последним кажется, что у учителей каникулы. Анна Котова, директор сельской школы, рассказала о том, как у учителей ее школы нагрузка увеличилась в разы. Рабочий день увеличился, да, учителя работают с двойной нагрузкой, потому что задания присылаются и вечерами, присылаются до поздней ночи, там проверка идет. Самая большая для нас проблема – это то, что у детей у нас процентов 40, у нас нет ноутбуков и компьютеров. Поэтому используем все возможности. Ну, много, конечно, списывают, списывают с интернет, списывают с родителями, с родителями делают это задание. Они получают пятерки, четверки, да, много очень таких. Они не дают объективную картину, такое знание учащихся. Поэтому сентябрь, наверное, дальше нам покажут все, все результаты. Я думаю, что в качестве знаний у нас будут все равно пробелы большие. Режьеду.ру какая-то у них, вот эти ссылки делает преподаватель в первых классах, он все время начнет задание, она, и там вот эта вот ссылка на этот программ. У меня, например, здесь за городом слабый интернет, не открывается эта ссылка вообще. Один в пятом классе, внук, внучка в первом. Ну, у пятиклассника проблем нет. Он с техникой вообще на «ты», ему просто все, он включается, что-то слышал, сделал, сделал, не сделал, не сделал. Мы не знаем, проверки пока никакой нет. Я только слышу, что учитель бедный, она им, значит, говорит, они что-то переписываются, как я понимаю. И она просит, дети, пожалуйста, не пишите в чате, пожалуйста, не пишите в чате. Они пишут, они переписываются, они какие-то мордочки. Платформ федеральных чуть более 20, но, по словам Ларисы Ревудской, в саратовских школах наиболее активно используются Российская электронная школа, платформа Учиру и Яндекс.Учебник. Дистанционные формы обучения, они не отменяют единого государственного экзамена и выпускного экзамена для девятиклассников. С этой недели мы начинаем такой проект на территории города Саратова. Мы назвали его для себя «Готовимся к ЕГЭ вместе». В режиме онлайн мы думаем, что все-таки это будет через Инстаграм делаться, потому что это сервис, который есть у всех абсолютно, лучшие учителя города Саратова будут проводить разбор задач из контрольно-измерительных материалов. Как считают эксперты, российская система образования после окончания карантина уже не будет прежней. Однако готовы ли мы перестроиться к другому подходу в обучении, покажет время. Как показывает практика, то дистанционное обучение, которое мы имеем сейчас, демотивирует как самих учеников, так и учителей. В Саратове принят второй пакет мер для поддержки предпринимателей. Решение было принято на прошедшем в среду заседании областной думы. Бизнес переживает тяжелейшие времена. Какое количество предпринимателей останется на плаву после снятия карантина сейчас не скажет никто. Естественно, все это прямым образом бьет и по населению. За три недели в Саратовской области безработными стали 2000 человек. И очевидно, что это не предел. На этом фоне произошли кадровые перестановки в региональном правительстве. Этот вопрос также был вынесен на заседание Саратовской областной думы. На сегодняшний день определено 11 отраслей, которые считаются наиболее пострадавшими в рамках сложившейся ситуации по коронавирусу. На рассмотрение депутатам предложили второй пакет поддержки бизнеса. По словам профильного министра Юлии Шваковой, новые инициативы стали дополнением к федеральной поддержке. Одно из главных предложений – это освобождение от уплаты налогов на имущество ряда категорий, которые разделены на три блока. Первый блок включает в себя пострадавшие виды деятельности и те, кого выключили вне зависимости от федерального перечня. Это культура, искусство, спорт, отдых, развлечения, культурно-оздоровительность, анатомно-курортная деятельность, туризм, дополнительное образование детей и взрослых, дневной уход за детьми, конференции и выставки, ремонт, химическая чистка, парикмахерские и салоны красоты, все бытовые услуги, плюс деятельность в области демонстрации кинофильмов и все виды деятельности, отнесенные к торговле непродовольственными товарами. Второй блок содержит в себе возможность освобождения полностью на 2020 год от налога на имущество организации арендодателей при условии снижения ставки арендной платы до конца года не менее чем на 25% для названных выше арендаторов. Соответственно, это даст нам синергетические эффекты, позволит оказать поддержку не только арендодателям, но и их арендаторам, количество которых составляет 4620 арендаторов. И третий момент – это возможность освобождения застройщиков в отношении введенных в эксплуатацию, но нереализованных нежилых помещений. Совокупная величина выпадающих доходов по данному законопроекту составляет 316 миллионов рублей. Это позволит нам поддержать 19100 субъектов бизнеса. В конечном итоге законопроект находит поддержку у большинства участников заседания. В настоящий момент Минэкономразвития готовится третий пакет поддержки предпринимателей, который будет озвучен в ближайшее время. Мы сегодня пока первые. Экономический блок вместе с выбором, с обеспечением правительства, работает очень четко. Мы сегодня, я могу сказать, любые постановления, которые выпускают федеральные центры, сейчас он будет до полных, там очень пасы в этом мы проходим. Мы все это пишем, мы едем в правительство. Я иду о бизнесе, кто представляет бизнес. Я вам представляю, те люди в России, это видео торговых центров. То есть мы собираемся, обсуждаем, и мы едем в правительство и говорим, что вот здесь, хотя бы расширить, об этом нужно вот поговорить. Оторжение в правительстве не находим. Также областная дума утвердила очередные кадровые перестановки в правительстве. Все они произошли в социальном блоке. Пост зампреда, министра труда и социальной защиты занял Сергей Наумов. Сергей Юрьевич будет вести вопросы социальной, демографической политики, системы социальных гарантий, ревод и выбор, социальные защиты и развития, реализации государственной политики в сфере поддержки материнства и детства, трудовых отношений и занятости населения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики. Сергей Юрьевич также будет координировать и контролировать деятельность Министерства труда и социальной защиты области, Министерства молодежной политики и спорта области, также Комитет по туризму области. Перечень довольно широкий, учитывая, что перед кандидатом за короткое время выросла настоящая стена из безработного населения региона. Эта цифра близится к 12 тысячам. И это не единственная проблема, требующая поддержки. Какие меры поддержки в этой связи мы планируем принять? Во-первых, как вы знаете, разработан проект постановления правительства Саратской области в части увеличения размера единовременной материальной помощи для безработных граждан, решивших открыть собственное дело. На эти мероприятия активной политики занятости в текущем году уже предусмотрено 68,7 миллионов рублей из средств областного бюджета. Во-вторых, в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках национальных проектов «Демография» и поддержка занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда предусмотрено профессиональное обучение и переобучение граждан в возрасте 50 лет и старше, лиц предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и женщин, имеющих детей дошкольного возраста, а также работников предприятия. Чтобы поддержать граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, в настоящее время установлен размер пособия по безработице в максимальном размере 12 130 рублей. Вторым социальным зампредом стала экс-министр образования Ирина Седова. Она будет курировать вопросы здравоохранения, культуры, комиссии по делам несовершеннолетних и образования. На особый контроль чиновник обещает взять в первую очередь борьбу с невидимым противником – коронавирусом. Направления деятельности абсолютно новые для Ирины Седовой, но все достижения в здравоохранении зампред обещала сохранить и как минимум не снижать результаты. Прошу голосовать. Решение принято. Кандидатура Седова Ирина Владимировна согласована. Ирина Владимировна, примите наше поздравление. Спасибо большое за поддержку. Думское заседание в среду побило все рекорды. Оно продолжалось почти 10 часов. Началось все с перформанса коммунистов, которые решили в стенах парламента отметить юбилей Ленина. Вождю мирового пролетариата 22 апреля исполнилось 150 лет. Вообще фракция КПРФ в региональном парламенте умеет заявить о себе. Шумная во всех смыслах этого слова, задиристая, местами даже хулиганистая, как школьник-подросток, срывающий в классе урок. Наверное, оттого думские заседания порой напоминают сюжеты из детского юмористического журнала «Яролаж». Массовка из партийного большинства часто попадается на провокации оппонентов. Но вот дать достойный отпор пока не получается практически никогда. То ли не хватает желания, то ли таланта, то ли и траво, и другого вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во-вторых, у меня уже заседание, я опаздываю. Я уже опаздываю. Я уже опаздываю. С паразитом всех! На этом все. Оставайтесь дома, берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok